Мы живем, как бы кому ни хотелось, в высокоразвитом обществе, где есть интернет, где люди общаются между собой, где люди знают, что есть страны, в которых высокий уровень жизни, высокие пенсии, где пенсионеры путешествуют по всему миру, и это считается нормой, это не богачи какие-то, это норма. Просто пенсионер взял и поехал на зиму в Турцию, и всю зиму там живет. Я просто сам в Турцию ездил, но я ездил там на одну неделю в году, и как бы для меня это и то напряжено там по деньгам, а пенсионер немецкий там живет почему-то три месяца, и как бы для него это норма. Или в Тунисе, или в Алжирии, французы, немцы, там везде куча, там зима. Это и у нас должно быть норма, мы не должны... Если не воровать, если не пилить, не красть. Да, у нас полезных ископаемых-то намного больше, чем в Германии, и наш народ, он в Великой Отечественной войне, это доказал, он не хуже немецкого народа. Я сейчас не буду там сравнивать что-то, да, ну не хуже просто, да, просто, соответственно, при прочих равных мы должны жить не хуже немцев. В чем разница? Во власти разница, только во власти, потому что там народ контролирует свою власть, и власть вынуждена быть, не потому что там все честные, что она вынуждена быть более-менее честная. А у нас власть бесконтрольно, начиная с самого верха, начиная с Путина и заканчивая последним чинушей. Где-то в районе у себя, как я здесь в Новокосино ходил, да, у себя, как, знаете, председатель Совета депутатов на персональной машине с персональным водителем. От них ничего не зависит, ничего вообще, практически здесь на местном уровне. Но персональная машина и персональный водитель, привилегия за народный, за государственный счет, это обязательно. Просто еще пример, вот бывший единоросс, бывший глава муниципального округа, здесь в Новокосино Шумбилов, вот бюджетного косино 22 миллиона составляет. Это мизер, конечно, но в Москве местное самоуправление, оно вообще утоплено просто в плане полномочий, финансов, всего. И вот из этих 8 миллионов, 4 миллиона официально было на содержание главы муниципального округа. Представляете? Красиво, красиво. Это 18% примерно, да, бюджета идет на содержание чинушей, одного чинуши, главного чинуша района. А их-то много этих чинушей. То есть, блин, это больше половины бюджета идет на содержание чинушей. Которые ничего не решают. Как можно жить нормально, когда чинуши просто сами себя кормят просто с этого бюджета и больше ничего не производят? Это как можно нормально работать? Трутни, трудни, трудни называется. Которые сидят на распределении бюджетных потоков, финансовых ресурсов, которые все решают свои вопросы. Там где-то плиточку поменяли, где-то скамеечку поменяли, где-то текущий, где-то капитальный ремонт, где-то там ЖКХ. А все что-то где-то воруют. И, собственно говоря, вот они-то как раз-таки себе какой-то такой псевдосоциализм построили. Построил всему остальному обществу такой бандитский, грабительский, олигархический капитализм, эксплуатацию. Жень, ну ты правильно сказал, на самом деле буквально коротко пару штрихов. Я напомню, что в бюджете, который принят на 2023 год, на ближайшие три года заложено не только там повышение расходов. Кстати, как мне интересно, это вообще можно или нельзя говорить? Потому что это официальные данные на сайте Минфина в проекте бюджета, что расходы на Министерство обороны повысятся на 45% в следующем году до практически 5 триллионов рублей. Прочие правоохранители, повышение расходов в полтора раза, значит там до 4 триллионов 200 миллиардов рублей. Это официальный документ, неинтересно, а вот у вас бюджет цитировать, озвучивать цифры бюджетной политики. А сколько у нас бюджет всего, напомню? Всего 29 триллионов расходы, 26. И сколько у нас силовиков, включая Минобороны? 9 с лишним триллионов, каждый третий рубль, каждый третий рубль в бюджете уходит на силовиков теперь. Было 6 триллионов, будет 9 триллионов с половиной. Это силовики, посчитаем еще на чинуш. Полтора триллиона, полтора триллиона госаппарат еще. Полтора триллиона госаппарат. Ну, друзья, почти половина бюджета, почти половина бюджета, это люди, которые ничего не производят. Ничего. Просто, которые живут, за счет потребляют наши налоги. А какое качество жизни-то может быть после этого? У президента неплохое качество жизни. Вон, расходы на администрацию президента, по официальным данным, увеличатся ровно на 30%, 32% до 19,5 триллионов рублей. Кризис, не кризис, там, рост цен, инфляция, безработица, секвестр бюджета. На президента подняли до 20 миллиардов рублей практически на треть расхода на президента. Вот это хорошая индексация. А прожиточный минимум россиянам подняли на 3,3% всего лишь. То есть президенту на 30%, а россиянам на 3. В 10 раз меньше индексация россиянам, чем президенту. 14 375 рублей теперь в России прожиточный минимум, кстати, Граждане. Будешь знать теперь, вот, как жить предлагают нам. Депутаты зарплаты в 400-500 тысяч рублей назначили россиянам прожиточный минимум в 30 раз меньше, чем их зарплата. Ну, 25. Жень, ну слушай, давай тогда вот эту тему... У меня, кстати, знаешь, вот по этому поводу, чтобы тему, как бы, завершить, да, один из пунктов, который бы я предложил, скажем так, для стратегии будущего, да, какой-то, это привязка зарплаты депутата и вообще всех чиновников, включая высших, привязка как раз-таки к средней зарплате по региону. Ну, средней не с учетом, там, олигархов, там, да, богачей, а средней медианной. Ну, соответственно, например, муниципальный депутат района должен покупать у него зарплату на уровне средней по району. Депутат региона, ну, в данном случае депутат Мосгордума, такой, как я, да, например, чтобы у него была зарплата, как две средних зарплаты по региону, да. У депутата Госдумы, ну, это все-таки Госдума, поэтому там три средних зарплаты по России. Например, у нас средняя зарплата по России сейчас около 50 тысяч, да? 50. Ну, да, нарисовали уже, Жень, 65 тысяч, ни у кого такой зарплаты нету средней, но у них 65 тысяч пока среднего. Хорошо, даже если 65 принимать, умножаем на 3, получается 200 тысяч получал бы сейчас депутат Госдумы. 200 тысяч, они реально получают 500, 500, да? Хотите получать реально 500, поднимайте россиянам реальную зарплату. Поднимайте, у вас будет 500, вопросов нет. Но работайте так, чтобы у россиян поднимались зарплаты. И все. Никто вам слова не скажет тогда, что у вас там, что вы по полмиллиона, хоть по миллиону получаете. Но россияне тогда сколько должны получать? 300 тысяч в месяц примерно должны получать. Тогда вы, депутаты, получаете миллион, вопросов нет. Это, знаешь, все правильно, Жень. Я считаю, абсолютно правильно ты сказал про необходимость объединяющей такой стратегии, значит, выведения страны из Криса, вокруг которой могли бы сплотиться левопатриотические национально ориентированные силы, да? И вопрос про увязку уровня жизни и слух народу, так называемых в кавычках, с качеством жизни населения. Это принципиально важный вопрос, потому что ни в Швеции, ни в Норвегии, ни в Англии, ни в Германии, ни в Штатах, ни где-то на бездуховном западе нет такого, чтобы зарплата какого-то депутата была в десятки раз выше, чем средняя пенсия даже по стране. И даже чем средняя зарплата по стране медианы. Это, конечно, пробуемое безумие. Это такой феодальный олигархический режим и бесправная такая, значит, вот эта толпа лимпинизирующего, лимпинизируемого населения, куда власть его и волят. Вот, но, кстати говоря, напомню, что ты, наверное, слышал эту новость, да, ты видел, ты даже записывал ролик на ту тему, что спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поднять зарплаты своим заместителям, зампредам Госдумы и главам комитетов думским до уровня федеральных министров и вице-премьеров. Потому что сейчас якобы она у них там низкая, 390 тысяч рублей, плюс какие-то небольшие надбавки, вот он говорит, надо поднимать хотя бы там, ну, примерно 750 тысяч, там, миллион рублей туда. Ну вот, конечно, в стране 20 миллионов бедных, за чертой бедности, нищих, да, 9 лет падают реальные доходы населения, обыль населения больше миллиона в год, ни одна страна в мире такими темпами вообще не вымирает, с 45-го года не вымирала. Зато они себе зарплату повысят. У нас до сих пор пенсии есть по 8 тысяч рублей в месяц. Есть. У нас есть такие пенсии, 8 тысяч. У нас пособие человека, ухаживающего за инвалидами, 1200 рублей в месяц. За человек, который вот за инвалидом целые сутки ухаживает, ему 1200 в месяц государство платит. У нас, если брать текущую ситуацию по мобилизации, да, у нас миллион публикаций там в СМИ разных, что в ОМИ, там, в Ханты-Мансийском округе, да, почти во всех регионах, в этом, ночами женщины шьют там носки, обмундирование какие-то, спальные мешки, еще что-то, да, ночами шьют, потому что государство то не может обеспечить. А эти поднимают себе заработные платы, депутаты Госдумы, руководство Госдумы говорят, что у них зарплаты маленькие. Это те самые, которые у Володина, у него доход 65 миллионов рублей в год. 65 миллионов рублей в год. Это получается где-то 5,5 миллионов рублей в месяц. Только официально, то, что официально белые доходы официально зарегистрированы. Это официальный доход, естественно, ему также полагается бизнес-класса машина за государство, за народный наш с вами счет с персональным водителем, который возит его там, его детей, жену, всех там, да, это все естественно. Это даже не обсуждается в их случаях. Если вы подойдете в Госдуму, вы увидите огромное количество иномарок там из недружественных стран, у наших патриотов, да. Я видел твои видео в соцсетях, очень красочные. Лексусы, Порши стоят там, значит. Заедите, друзья, вот Владу, знаете, в его соцсети там интересное вот это видео, сколько иномарок возле Госдумы. Ну, если вы в Москве сами прогуляетесь, это во время заседания только, когда заседание идет, то есть они съезжаются, там все и машины свои оставляют. С заднего хода зайдите, сколько там, тут там открыт проход, как бы, сколько там иномарок стоит. Женя, ну, кстати говоря, давай буквально с Володиным закончим, потому что он все понятно с этим политиком, скажем так, с фразой, с создателем фразы «после Путина будет Путин», «есть Путин», «есть Россия», «нет Путин», «нет Россия». Но той России, которую они построили для себя, для класса чудовников, олигархов, экспортеров сырья, жуликов, да, те, кто там вот эти все золотая сотня Форбса, конечно, им этот курс выгоден, они ради него будут биться, и как бы все понятно. Это вопрос их личной свободы и обогащения и остального. Но в 2009 году на официальном сайте declarator.org спикер Госдумы Володин опубликовал декларацию, в которой доход его превысил в 2009 году. В году, вдумайтесь, в 2008 году 860 тысяч рублей, а потом в 2009 году внезапно 360 миллионов рублей. 360 миллионов рублей. Ну, видимо, что-то там продали какой-то объект недвижимости, скорее всего, еще чего-то. Но в целом его доходы вот там около 60 миллионов рублей, 65 миллионов рублей в последние годы. В общем, у него кризиса нет. Жень, ну смотри. Это вообще-то человек уже на уровне олигархического, то есть это олигарх во власти прям. Это то же самое, как председатель Мосгордумы Единород Шапошников, который официально недвижки на 2 миллиарда продал. На этом, кстати, не закончилось. В следующие месяцы он там то ли 150, то ли 200 миллионов задекларировал. То есть там денег куры не клюют, они купаются в деньгах просто, купаются в роскоши. Вот где наши нефтяные деньги там, вот где наше богатство национальное, понимаете. И так ведь и будет дальше. Они не нажрутся, никакая спецоперация их не останавливает. Они хотят жрать, 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 еще, опирать народ дальше, дальше. Ничего их не остановит, ничего, кроме самого народа. Пилите, Шура, пилите, пилите больше и чаще, и активнее больше распилите. Вот это вот про них история. Но, кстати, да, Жень, здесь про Шапошникова помню эту историю с его миллиардными активами, состояниями. Вы в Мосгордуме подняли по этому поводу скандал, требовали проведения там и парламентского расследования, по-моему, и каких-то, значит, там проверок прокурорских. Ну, понятное дело, что, как бы, высокопоставленных единороссов, если только команда сверху не придет, никто никогда никуда не дернет. Но зато Россия, матушка, пока еще не вступила, не наступила 1 декабря, и новый приказ ФСБ, ну, 5, 4, 7, мы можем сказать, что по-прежнему я вижу в интернете, на федеральных каких-то там информационных порталах, и даже по телевизору, как собирают деньги с эмэсками тяжело больным детям, детям с арфанными заболеваниями. Значит, собирают там какие-то протезы, на операции, причем в Израиле, в Германии. Потому что их в России не могут сделать, потому что нету никакого оборудования, нету врачей, не лицет кадров быстрее, всегда есть безумные очереди. Ну, а про сбор денег на трусы, на варежки, там, значит, на квадрокоптеры, на бронежет, ты уже сам сказал. И, в принципе, это все, вон, в социальной сети все этим заполнены кучей информации. Но зато вот нам призывают, скиньтесь, пожалуйста, бедные россияне, там, по десятой части вашего дохода, поддержите итоги правления правящей власти и Путина, Единой России, которые подняли сторону с колен. Продолжение следует...